Масленичная неделя в самом разгаре. Пришло время широкому раздолью. Наш корреспондент Анна Троян решила поучиться готовке главного праздничного блюда у кулинарных мастеров и убедилась, что первый блин не всегда комом. Не знаете, как приготовить вкусные блины? Вот вам наглядное пособие. Вместе с вами подсмотрим секреты тонких блинчиков с дырочками у шеф-повара ресторанов торгового центра «Орбита». Нам потребуется мука 400 грамм, 5 яиц, сахар 150 грамм, литр молока, соль, ну где-то чайная ложка и растительное масло 150 грамм. Удивлял блинами Артем Григорьев еще с детства. Бабушка научила. Поразить обещал и нас. А вот и первый лайфхак хозяйки. Чтобы сахар и соль хорошо растворились, сначала смешиваем их с яйцами. Затем молоко комнатной температуры, мука, немного кипятка и секретное оружие. Долгое, тщательное перемешивание. Миксуем массу чем угодно. Главное осторожно, чтобы не взбить белки. Добавляем подсолнечное масло. Так тесто получится особенно эластичным. Я смотрю, нам не надо торопиться. Если мы торопимся, то блинчики могут сорваться. Да. Ну и важно, чтобы не подгорели. Первый блин у Артема, как и все остальные, вышли никомом. Чувствуется рука мастера. Теперь предстоит блистать в поварском искусстве мне. Куда надо выливать и как это раскатать по всей сковородке? Ну, выливаем на центр и сразу же, соответственно. Ой, какая тяжелая сковородка. Ну, как-то так. Радостный весенний блин. А теперь еще один секрет в студию. Такого мы еще не пробовали. Я еще готовлю блины с маком. И какие они будут? Они будут вкусные, как булочки с маком. Не поверите, но изюминка этих блинов никак не испортит блюда с несладкими начинками. Браво, шеф! На широкую масленицу блины пекут все. А как насчет домашней стрепни? Завсегдатый масленичных торжест Александр Мурашкин на блинах собаку съел. Точнее, это его коронное блюдо. Сегодня он передаст свой опыт не только вам, но и подрастающему поколению. Ярик, я тебя сейчас научу готовить блины. Ты видел, да, в инстаграме я готовил блины? Да. А теперь мы с тобой их вместе приготовим. Вот смотри, я начал с воды. Видишь, воды чуть-чуть сюда добавил. Молоко. Я молоко специально подогревал. Лучше такое молоко использовать подогретое. Мы сейчас с тобой сюда наливаем молоко. Ну, я так вот обычно все на глазочек. Вот вам и типичные мужские рецепты. Делают все на глаз. Главное, говорит глава семейства, готовить с любовью. Ингредиенты все те же. Плюс ванилин, разрыхлитель теста и детский энтузиазм. Финальный ингредиент – одно яйцо. Папа, почему всего одно? Не от того, что мне яиц жалко. Он такой пористый получается. Красивый блин получается в таком случае. А масленичная неделя, всю неделю можно делать блины. Вот, тогда буду каждый день им блины делать. Эх, папа, ну посмотрим, что выйдет из вашей самодеятельности. Мы с тобой разогрели блинницу. Она горячая, будь осторожен. Но ее надо обязательно смазать маслом. Печь на блинеце – одно удовольствие. На заметку всем начинающим кулинарам. Пока готовится блин, можно и про традиции широкой масленицы рассказать, и поиграть. Похож на солнце? Да. Ну, особенно сейчас… Ну, лучиков не хватает. Лучиков не хватает. Ну, лучики приделаем. И украсим, и каждый блинчик сливочным маслом смажем. И так, один за одним, такая игра. И Ярику, и папе понравилось. У нас с тобой как-то по-мужски получилось. Ну, не каждый еще, наверное, мужчина сможет это делать, а мы теперь с тобой умеем. Ну что, пора за стол угощать семью. Приятного аппетита! Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова